Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на новом вебинаре, когда мы каждый месяц встречаемся с Александром, обсуждаем рынок, обсуждаем текущую ситуацию. И перед чем мы перейдем к основной теме нашего вебинара, я передам слово Александру, скажу несколько слов вначале. Ну, во-первых, это, как всегда, предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что трейдинг, инвестиции, они всегда связаны с рисками. С ними нужно разобраться, ознакомиться, понять и с ними работать. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, пару слов скажу о компании. Компания Admirals, мы являемся международным брокером, работаем более 21 года. Работаем в разных странах, под разными лицензиями, то есть, соответственно, стараемся работать, практически выбираем те страны, где мы получаем лицензию, да, и, собственно, там работаем. Поэтому здесь я всегда рекомендую обращаться к вашему персональному менеджеру по открытию счета, чтобы выбрать как раз необходимые торговые условия и тип счета, и подобрать для себя оптимальные как раз параметры. Мы предлагаем сервис для трейдеров, для инвесторов. У нас более 8 тысяч инструментов. Есть обычный трейдинг, есть копи-трейдинг. Ну и, собственно, мы также делаем поддержку для наших клиентов в виде образовательных материалов и вот тех встреч, которые мы проводим также с Александром. Сейчас у нас есть летняя компания, датающая спреды по ряду ключевых наших инструментов, такие как DAX, евро-доллар, Dow Jones. Мы немного уменьшили спреды на несколько месяцев, чтобы, особенно для тех, кто торгует активно, это было интересно. Ну и напомню, что на наших инвестиционных счетах по-прежнему доступно, так как мы ее запустили уже несколько месяцев, возможность покупать дробные акции и составлять свой портфель с различной степенью диверсификации. То есть теперь не обязательно покупать целую акцию, можно купить только ее часть. И, как я сказал, мы уделяем большое внимание как раз обучению. И в этой связи я также хочу порекомендовать подписаться на наш YouTube-канал, потому что там у нас тоже будет проходить конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра. Об этом я расскажу в конце нашей встречи. Но пока вы можете подписаться, если еще не подписаны, и также подписаться на наш Telegram-канал, где мы делаем оповещение о всех предстоящих вебинарах, также пишем о новостях, которые происходят на рынке. Поэтому это удобные ресурсы, которыми вы можете пользоваться. Сегодня, как всегда, мы поговорим о ключевых рынках, то есть посмотрим на разные инструменты, подведем итоги конкурса. Очень было много участников, очень много было интересных сделок прислано. Я уже подготовил все материалы, скриншоты, чтобы мы как раз их смогли разобрать. Обсудим текущую ситуацию на рынке. Также сегодня пройдет заседание ФРС. Будет интересно также услышать мнение Александра на этот счет. И у нас пришли также ответы на вопросы. Как присылать вопросы, я тоже в конце нашего видео расскажу. Ну и также про правила конкурса и про индикаторы Александра. Вот с моей стороны это все. Александр, как всегда, с нетерпением ждем нашей встречи. Очень много теплых слов на нашем YouTube-канале. Все постоянно начинают мне писать за несколько дней до начала вебинара «Когда же? Когда же?». Поэтому Александр передаю слово к вам. Спасибо большое, Роман, за доброе представление. Что касается Федеральной резервной системы, то у меня, к сожалению или к счастью, нет внутренней информации. Я жду их выступления так же, как все остальные. Сегодня Wall Street Journal была... У меня всегда день начинается с того, что я еще не вылезаю, так сказать, из кроватки, открываю iPad и читаю сегодняшний выпуск Wall Street Journal. Вот, так сказать, моя газета. Сегодня очень большая статья на первой полосе о китайском шпионаже вокруг Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система состоит из 12, если я не ошибаюсь, региональных банков. И, так сказать, наши китайские друзья пытаются внедрить своих людей во все эти банки. Допытываются об информации у приезжих банкиров, центральных банкиров, предлагают им очень денежные контракты, когда они уйдут. Давайте нам информацию сейчас, а когда вы уйдете из системы центрального банка, мы вам дадим очень выгодные работы и платим наличными. А один экономист приезжал, и пару лет тому назад ему пригрозили, что его не выпустят из страны, если он им не даст информацию, и если он кому-то об этом еще расскажет. То есть ФБР этим сейчас занимается всем, но внутренняя информация очень ценное дело. Я четко могу сказать, что у меня ее нет. Но что точно совершенно происходит, идет совершенно дикий взлет инфляции в Соединенных Штатах. И... одну секунду, потерял иконку. И официальная инфляция достигла 9,1% годовых. И еще год тому назад, еще год тому назад, инфляция была такой низкой, что Федеральная резервная система боролась с тем, чтобы она не опустилась ниже 2%. Считается почему-то, что 2% инфляции в год – это хорошо для экономики. Хотя если у вас есть сбережения, эти 2% вы теряете, так сказать, из ценности своих сбережений. Но вот, тем не менее, 2% считается почему-то оптимальной цифрой. И их не было. А сейчас это 9%. И в чем это отражается? Повышаются цены на все, повышаются цены на продукты. Опять-таки, люди начинают покупать более дешевые продукты. Вместо марочных покупают немарочные продукты. И в первую очередь это бьет по более бедным слоям населения. То есть, люди получили, допустим, повышение в зарплате на 5%, а инфляция – 9%. Значит, зарплату резали, грубо говоря, практически. И поэтому Федеральная резервная система сейчас четко борется за то, чтобы привести инфляцию под контроль. И это делается двумя способами. Они, а, повышают учетный процент в Федеральной резервной системе, а их повышение потом эхом проходит по всей экономике. Например, если вы покупали дом в Америке в декабре прошлого года, то вы, возможно, могли получить ипотеку на 15-20 лет под 3% годовых. Сказка, да? Ну, правда. А сейчас это уже больше… А сейчас это уже не 3%, а 6%. Поэтому все очень растет в цене. И Федеральная резервная система говорит, мы будем повышать эти проценты, пока, значит, экономика не остынет. Но при этом мы танцуем такой очень осторожный танец, чтобы не убить эту экономику, не скатить ее в тяжелый спад. И в прошлый раз, в июне, они подняли этот учетный процент на 0,75%, что очень высоко. Такого большого… Обычно это четверть процента. Очень редко полпроцента. То, что они подняли это на 3,45% – это впервые за 20 лет такое значительное повышение. Сегодня выходит очередное повышение. Но рынок, по-моему, настроен оптимистически, потому что я смотрю на свой экран. СНП поднялась аж на 55 пунктов. Что очень странно, что Dow Jones поднялся гораздо меньше. Dow Jones обычно поднимается в 7 раз. Если СНП теряет или выигрывает 1 пункт, то Dow выигрывает или проигрывает 7 пунктов. Примерно 7 к 1 у них соотношение. А сегодня Dow вверх на 57 пунктов. Извините, СНП вверх на 57 пунктов. А Dow всего лишь на 137. Что это значит? Что такая тяжелая традиционная экономика меньше вызывает оптимизма, чем более гибкие фирмы. Но при этом подъем NASDAQ, который обычно 3 к 1 с СНП, подъем NASDAQ 37 пунктов против 59 в СНП. То есть NASDAQ отстает от СНП, что очень необычно. Я думаю, это связано, скорее всего, с тем, что несколько таких монстров больших двигают СНП. Google, Apple, Amazon. Посмотрим. Посмотрим. Но это больше загадка, чем это точно не внутренняя информация. Так что, к сожалению или к счастью, внутренней информации нету. Но есть совершенно четкое представление о том, что в связи с этой борьбой с инфляцией, медвежий рынок продолжится. Конца медвежьего рынка еще не наступила. Я думаю, что чем обсуждать общую тему, Роман, давайте перейдем, может быть, к конкретным рынкам и к конкретным графикам, и посмотрим на них, и попробуем понять, что они нам говорят. Спасибо, Александр. Вот СНП открыл. Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Почему же я ее не вижу? А вот, все, все в порядке. СНП. Для тех, кто впервые или почти впервые присоединяется к нам, хочу сказать очень красно, что анализ рынка, анализ акций, все, чем вы хотите торговать, нужно всегда начинать с долгосрочного масштаба, а потом уже тактические решения принимать в краткосрочном масштабе. Так вот, долгосрочный и краткосрочный примерно соотносятся как пять к одному. То есть, допустим, смотрим на недельный график, чтобы определить нашу стратегию, смотрим на дневной, чтобы определить тактику, смотрим на часовой график, чтобы определить стратегию, смотрим на 10-минутный график, чтобы определить тактику. То есть, примерно пять к одному, пять с половиной к одному, шесть к одному. Смотрим налево, недельный график, недельный график СНП. Мы видим, что медвежий рынок начался в декабре, и тем, кто давно уже с нами, слышали, конечно, что я об этом начал говорить с декабря. Что происходит сейчас? Вы видите две линии, две скользящие средние, синие и красное. Синие – это долгосрочное скользящее среднее, красное – краткосрочное. И пространство между ними я называю зоной ценности. Вот ценность, цена колеблется, как говорится, по всему аэродрому. Вот эта вот зона между двумя скользящими среднями – это зона ценности. И вы видите, что во время бычьего рынка на левой половине этого графика цены проводят большую часть времени выше зоны ценности. А когда они изредка опускаются в эту зону, это создает условия для покупки. Когда идет медвежий рынок, и зона ценности постоянно усыхает, периодически цены поднимаются в зону ценности, или даже чуть-чуть выше, как произошло в феврале, и потом они разворачиваются и падают на новые низы. Глядя на этот график, мы видим, опять-таки, на правую половину этого, на левую сторону, на правую половину левостороннего графика, мы видим очень четко выраженную картину. Каждый низ ниже предыдущего, каждое дно ниже предыдущего, а каждый верх тоже ниже предыдущего. Обратите внимание на правую сторону этого графика. Как вы думаете, это низ или верх? Цены были ниже нижнего конверта. И, кстати, вот эти конверты – это очень полезный определитель переоцененных и недооцененных рынков. Я представляю себе рынок акций, как такого пациента с маниакально-депрессивным психозом. То у него мания, значит, он подходит к верхней границе, то у него депрессия, он подходит к нижней границе. И в данный момент, значит, наш пациент выходит из депрессии, заходит в стадию нормальности. И нам, как трейдерам, немного остается делать здесь, потому что деньги в сумасшествии. Деньги в сумасшествии, деньги не в здоровье рынка. Когда рынок правильно оценен, он правильно оценен. Когда рынок грубо недооценен, как вы видите вот на этом графике, глубокие падения ниже конверта. Вот тут и создаются возможности выгодно купить дешевый товар. Так что, это график нейтральный. Недельный график сейчас нейтрален. Идем направо. Недельный график, ничего, он нам не говорит прекрасная возможность купить или прекрасная возможность продать. Он говорит, а я посплю сейчас. Идем на правую сторону вашего экрана, где дневной график. И вы видите, что цены были тоже ниже конверта. Совершенно замечательное ралли произошло. Они пытались упуститься. И при последнем падении, это было дней 10 тому назад, был такой хвост кенгуру, о котором я часто говорю. Это очень такая хорошая фигура разворотов. Выскакивает вот такой вот палец или хвост кенгуру, и цены отталкиваются от него. Цены поднялись вверх, опустились в зоне ценностей. Сейчас опять пытаются подняться. И несмотря на то, что Федеральная резервная система должна выдать какие-то новости, особого энтузиазма не наблюдается. Не наблюдается. Так что просуммировать то, что я сказал. В долгосрочном плане медвежий рынок не закончен. Медвежий рынок подошел к зоне правильной ценности. И это обычно то, где он начинает ослабевать, разворачиваться и падать опять. Тенденция, большой тренд вниз. И от зоны ценностей рынки обычно тонн это пять. Поэтому, если бы мне кто-то сказал, Алекс, ты должен инвестировать в этот капитал и улетай до конца года. Вот ставь все. Я бы поставил на понижение. С другой стороны, на дневном графике, извините, справа, если бы мне сказали, Алекс, купи что-то, и до следующей пятницы, до следующей среды. Тренд идет вверх. И вчера была хорошая возможность для покупки, конечно, когда S&P упала к зоне ценности. Покупаем ценность, продаем перекупленность. Но я бы, сжав зубы, это дело купил. Лучшая возможность была вчера. Сегодня уже часть сливок снята. Вот это вот мое мнение в американском фондовом рынке. Хочу еще сказать, что в преддверии вот этого вот объявления Федеральной резервной системы рынок очень затих. Он затих, вот как животные перед бурей. Они чувствуют приближение к буре. Они по норам начинают прятаться. Я обычно на своем счете, у меня задействованы, я краткосрочный трейдер. Мой диапазон это одна неделя, максимум две. И обычно у меня задействовано где-то 60-70% от денег на моем счете. А сейчас 10%, вот так, 15%. Рынок очень затих, и поэтому возможности стало гораздо меньше. Именно на этой неделе. На прошлой неделе все было очень бойко. Очень важно иметь дисциплину, нужно сказать, независимо от этого графика, общий такой комментарий. Если вы занимаетесь трейдингом, вам нужно знать, как выглядит идеальная сделка, как выглядит идеальный график. Для вас. У каждого человека он свой. Если бы всем нравились блондинки, то брюнетки бы остались без никого. То есть кому-то нравится такой паттерн, кому-то нравится такой паттерн. Вы должны знать ваш личный идеальный паттерн и искать графики, которые соответствуют этому паттерну. Это то, чем я занимаюсь ежедневно. И поэтому у меня в данный момент задействовано только где-то 10-15% моего капитала. Рынки очень затихли. Я думаю, что будет взрыв сегодня, а после этого начнутся опять более активные торги. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на DAX. Уже лучше, потому что когда вы только вывесили... Я не смотрел на него неделю. Когда вы выставили этот график, я увидел резкое падение. Думаю, что это происходит. На левой стороне. На левой стороне. Кстати, видна очень неплохая фигура. Видна бычья дивергенция. МАЦД гистограммы. Видите, как DAX упал очень сильно в феврале на вторжение. Поднялся в зону ценности. И в прошлом месяце этот недельный график опустился чуть-чуть ниже февральских низов. В то же самое время, смотрите на МАЦД гистограмму. Глубина дна в феврале показывала на силу быков. Рывок выше нулевой линии показывал, что медведям сломали хребет. И потом медведи опять вски опустились. И сейчас опять МАЦД гистограмма закруглилась вверх. Цена в результате. Цена в июне была ниже, а МАЦД гистограмма выше. Вот это вот бычья дивергенция. Поэтому я бы даже с большей уверенностью ставил бы на быков в Германии, чем в Штатах. А на дневном графике мы видим очень даже приятную картину. Даже сегодня началась ралли. стратегическое решение на недельном графике. Играем на повышение. Переходим к дневному графику. Ралли началась пару недель тому назад. И вот последние 6-7-8 торговых сессий был такой очень мягкий откат. И даже вчера, и вот даже сегодня дневной график касается зоны ценности. То есть, причем посмотрите на высоту МАЦД гистограммы близ правого края. Это рекордный пик за много месяцев. Так что быки очень сильны. И вот такой вот предкат обычная возможность выгодной покупки. Я не торгую в Германии. Мне хватает головной боли дома. Не головной боли, конечно. Смешная просто достаточно задач в американском рынке, чтобы еще искать их еще где-то. Надо концентрироваться. Но если бы я был сейчас в Германии, то я бы очень внимательно смотрел на возможности купить немецкие акции или просто индекс DAX. Спасибо. Евродоллар. Евродоллар. Евродоллар, конечно, ужасно просел. И где-то две недели тому назад он упал ниже американского доллара. Из серии незабываемых воспоминаний. Где-то лет 10 тому назад я был в Северной Европе, когда евро стоил доллар 60 центов. Я небольшой любитель покупок. Это не мое хобби. Но я помню, проходя мимо магазинов на одной из шикарных улиц Стокгольма, глядя на витрины и видя их цены, быстро перекидывая их в доллары, я себя чувствую как бедный родственник. А сейчас, значит, все наоборот. Евро очень упал. Почему? Потому что Америка стала закручивать очень сильно учетные проценты, и это поддерживает силу доллара. Кроме того, война, общее состояние кризиса в мире, доллар считается все-таки прибежищем от шторма. И от этого еще доллар усилился. Но на прошлой неделе или на этой неделе Европейский Центральный Банк объявил первое повышение учетного процента. И на этом, конечно, евро поднялся. Сейчас он опускается опять. И я с большим вниманием жду. Что произойдет дальше, глядя очень четко на фигуру у правого края дневного графика. Значит, недельный график все еще вниз. Зона ценности падает. МСД гистограмма красная. Покупать нельзя. Но смотрим на дневной график. Мы видим, что в начале июля было очень глубокое дно МСД гистограммы. На прошлой неделе она взлетела. И, как я обычно говорю, сломала хребет медведям. И сейчас медведи опять пытаются евро опустить. Если им удастся опустить евро куда-то в район низов этого месяца, в идеальном случае чуть-чуть ниже. Но даже если не ниже, а просто в район этих низов, к нижнему конверку хотя бы, и МСД гистограмма тикнет вверх, вот это будет очень сильный сигнал на покупку. Это будет прекрасная бычья дивергенция. То, что вы видите у правого края, это процесс создания бычьей дивергенции. Есть гарантия, что она будет? Нет. Есть возможность, что она будет? Да. Значит, что нужно делать? Следить. Каждый Божий день. У меня была очень близкая подруга, блестящий трейдер, которая вот такого типа графики вешала на стену возле своего торгового стола, где у нее стояли все ее компьютеры. И она на них красным карандашом распечатывала их и красным карандашом отмечала, чего она ожидает, чтобы сделать сделку. Поэтому каждый раз, когда она подходила к своему торговому столу, сказать, ее планы на ближайшие пару недель были перед ее глазами на стене. Если вы интересуетесь евро, то я вам рекомендую распечатать вот именно этот график, нарисовать, значит, как евро сам чуть-чуть, еще немножко упадет в район одного доллара. И как вы ожидаете, что MACD гистограмма упадет ниже нуля и поднимется вверх. И вот это будет сигнал на очень хорошую покупку. Советую вам это сделать. То есть сигнала нет сегодня, но сигнал находится в процессе развития. Спасибо. Давайте посмотрим на золото. Золото не любит повышающихся процентов, повышающихся банковских процентов. Потому что люди, почему? Потому что люди покупают, как правило, не за наличность, а под залог. И чем больше они должны платить за этот залог, тем больше они теряют каждый месяц на своей позиции. И интерес к золоту резко повышается. Понижается, извините. Что мы видим здесь? На левой стороне недельный график. И цена достигла нижнего конверта. И перестала падать. Уже сидит там третью неделю. MACD гистограмма сегодня, или по крайней мере на этой неделе, тикнула вверх. Вы видите, на левой стороне самый крайний правый штрих. Вот эта горизонтальная полоска, которая бежит под ценами, она из красной стала синей. Когда она красная, покупки запрещены. Синяя нейтральная. То же самое происходит на дневном графике у правого края. И это удивительно похоже на паттерн, который мы только что рассмотрели на евро-долларе. Очень глубокое дно в конце июня, начале июля. Взлеты MACD гистограммы выше нуля сломали хребет медведев. И сейчас медведи опять пытаются золото опустить. Есть возможность, очень хорошая возможность бычьей дивергенции. Еще один график, который стоит распечатать, пометить и на стенку. Нефть. Похоже, что паника в нефти кончилась. Смотрим на недельный график сначала. Опять-таки, хвост кенгуру. Кстати, это выражение хвост кенгуру изобрела моя, к сожалению, ныне покойная переводчица в Москве. Я писал, я пишу все свои книги на английском языке. Я эту фигуру всегда называл finger, палец. Палец к небу, палец в землю. Она предложила эту формулировку. Хвост кенгуру. Кенгуру всегда прыгает от хвоста. Кенгуру не может прыгнуть в сторону хвоста. На недельном графике мы видим очень высокий хвост кенгуру опять-таки в феврале. После того, как произошло вторжение, началась война. Все были очень перепуганы и нефть взлетела. Я играл на понижение, увидев этот хвост кенгуру. И с тех пор давно уже не трогал нефть. Если мы продолжаем смотреть на недельный график, третий график, третий столбик от правого края, маленький хвост кенгуру вниз, значит, была паника, что нефти слишком много, а паника прошла. И теперь нефть опять готова подниматься. Значит, МСД гистограмма все еще вниз, поэтому импульсная система на горизонтальной линии все еще красная, покупка не разрешена, но буквально стоит в нескольких маленьких шагах от того, чтобы привернуть вверх и разрешить покупки. Смотрим на дневной график, смотрим на дневной график, мы видим великолепный хвост кенгуру в июле, как раз вот ниже этой красной линии, которую Роман начертил. И взлеты МСД гистограммы выше нуля после этого, сломали хребет медведям, и сейчас они пытаются нефть немножко опустить еще. Если МСД гистограмма упадет ниже нуля и потом повернет вверх, еще одна возможность очень хорошей покупки. И последний инструмент нашего обзора, еще раз мне про него напомнили, это биткоин. Да, да, да. Где-то я слышал это слово. Как Пушкин писал, люблю я очень это слово, не могу перевести, ему не быть у нас в части и так далее. Да, но он, правда, писал про слово валга. Что в тонком англицком кругу зовется валгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Но я так биткоину применил. На самом деле, я не торгую. Крипта для меня это новое платье короля из сказок братья Грима. Но я знаю, что люди торгуют крипто. Очень много им торгуют. И я посматриваю на крипто. Я смотрю на него каждый день с одним вопросом. Вверх или вниз и на сколько? Для меня крипто это как термометр спекуляции. Когда крипто идет вверх, спекулянты счастливы и это перельется в мой рынок, то есть в рынок американских акций. А когда крипто падает, то спекулянты трясутся и скорее это негативно отразится на рынке акций. Что мы видим здесь? На недельном графике крипто вошел в медвежий рынок примерно еще раньше рынка акций, где-то в июле прошлого года. Я помню, впервые я рассмотрел эту акцию «Роман, с вашей легкой руки» как раз в то время, летом прошлого года тот спросил и мы видим ложный выброс вверх. Июльский пик был выше майского и с тех пор биткоин только тонет и тонет. Периодически всплеск и, как вы видите, когда он всплескивает вверх, то он доходит до зоны ценности или немножко выше. И сейчас он стоит на повышение. Он слабенько-слабенько, но поднимается уже второй месяц. Импульсная система синяя. Можно покупать, можно продавать, что хочешь. Переходим на дневной график. МСД гистограмма четко стоит выше нуля. вчера биткоин упал ниже зоны ценности, а сегодня он вернулся туда. И вы видите, каждый раз, когда это происходило раньше, следовало очень хорошее ралли. То есть, если бы я был сторонником крипто, то я бы сегодня четко искал бы его покупать. Но поскольку я, сказать, не танцую в этом клубе, то могу только высказать свое мнение. Спасибо, Александр. Давайте тогда посмотрим на как раз те инструменты, которые нам присылали участники в рамках нашего конкурса. И там в этот раз достаточно интересно. Сейчас я покажу и расскажу почему. Очень много бумаг, которые закрылись по тейк-профиту, то есть порядка пяти предложений, которые прислали, закрылись по тейк-профиту. Но лучшее в этом месяце был PayPal. Там прибыль за тот период, пока сделка была активна, составила порядка 15%. То есть уровня 72 до уровня 83 сделка дошла. Но сейчас мы ее посмотрим. И было как раз несколько сделок, которые сработали по стоп-лоссу, и вот их хотелось бы тоже посмотреть. Собственно здесь я хотел поздравить Александра Сухарева, кто нас победил в этом месяце. По поводу того, как получить книгу с автографом Александра, я расскажу. А сейчас я открою, чтобы было наглядно видно, как раз как это выглядит на графике. Сейчас один момент. И мы вместе с Александром как раз это сможем посмотреть. Как раз все сделки я выбрал. давайте посмотрим. Можем с PayPal начать. То есть там была сделка вход здесь на недельном графике. Я отметил стрелочкой здесь уже на дневном. Соответственно здесь стоял стоп-лосс. Я сразу же стал накладывать average true range, чтобы было видно, какое минимально разумное соотношение должно быть до стоп-лосса. как пример, вот здесь это расстояние выдержано и сделка дошла до take profit. Прекрасно. Очень привлекательный недельный график. Действительно вот где я очень люблю эту фигуру ложный прорыв. Ложный прорыв вверх, ложный прорыв вниз. То есть в начале апреля PayPal установил донышко и в мае он пробил это дно и не пошел никуда. Когда новичок видит пробитое дно, обычная мысль ну все, поехали вниз. Если он видит пробитый вверх, то ну все, поехали, сейчас вверх пойдет. Профессионалы знают, что большинство проломов оказываются ложными. И Александр в данном случае очень хорошо это поймал. Ложный пролом вниз, разумно расположенный стоп, который не выбил его из игры. И когда акция взлетела, он ее продал в то время, как она поднялась к зоне ценности на недельном графике. То есть прямо как все по азбуке идет. Правильно. Жадность фраера сгубила. То есть в данном случае фраера не было. Александр продал, когда цена стала бить по его мишени. Естественно новичок какой-то, который смотрит и сказал, ну я бы еще 50 центов выжил из этой акции. Смотри, она еще немножко выше пошла. Она немножко выше пошла. Все денег не заработаешь. Это был очень разумный выход. Поздравляю. Спасибо, Александр. И теперь бумага вот еще одна Shopify. Тоже похожая ситуация, то есть тоже она по ней была прибыль порядка 14,5% здесь вход на недельном и вот здесь дневной. Недельный график очень хорошо был сыгран. Дневной я небольшой любитель покупать в зоне ценности. Когда я покупаю, я всегда стараюсь купить ниже зоны ценности. Поэтому человек через сделка это должен был сидеть и нервничать после этого две недели, в то время как Shopify акция шла вниз. А сейчас сделка закончилась удачно, победителей не судят. И в принципе это очень хорошая сделка по недельным графикам. На дневном графике я бы посоветовал отточить технику немножко лучше. Все-таки не платить по полной цене, а стараться купить на распродаже со скидкой. Спасибо. Александр и теперь как раз те бумаги, которые скорее есть опять же тот, тот, на чем поработать. Это компания Aluminium Corp, Corp of China. Точно так же здесь вход, здесь вход на дневном, вот здесь стоял стоп-лосс, 9.37 цена входа, 8.47 стоп-лосс, average true range был в районе 0.45, 0.49 примерно. То есть позиция была выбита по стопу, насколько я понимаю. Да, здесь как раз сработал стоп. Пользоваться стопой, это зло, и это необходимое зло. Это зло, потому что, как часто бывает, нас выбивает стоп, а после этого акция идет вверх. поэтому это зло. Но многие новички считают, ну нет, в следующий раз я буду торговать без стопа. И вот тут акция проваливается сквозь дно, и новичок начинает думать и чесаться, ну я куплю ее на ралли, я продам ее на ралли. И вот так вот постепенно он все ждет, 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 слезть с крючка. И в результате, когда он в полном отчаянии уже выходит из этой позиции, продает действительно по кому-то колоссальному минимуму. Поэтому, хотя я не люблю стопы, никто не любит стопы, но это необходимое зло. Это как на прививку ходить, очень неприятно, да, тебя сейчас колют в руку чем-то, и потом еще, может быть, будешь температурить после этого. Это тебя спасет от гораздо более серьезных проблем. И вот еще одна бумага, которая была, вот здесь как раз есть над чем отточить, да, с точки зрения стопа. Вот я специально тоже, для примера, вы много раз говорите об этом в ходе вебинаров, да, я специально добавил вот average true range, чтобы можно было смотреть, какое среднее расстояние, ну, динамика цен. И вот здесь тоже была как раз сделка. Тут как раз как отточить, потому что мы видим, что сделка могла показать довольно-таки хороший результат, но сработал стоп-лосс. И вот здесь как раз 30-35 цена входа, 29-30 стоп-лосс, хотя в этот момент average true range показывал 3. то есть 100 был очень тугим, да? Да. То есть, во-первых, это нелегальная сделка, да, она нелегальная, потому что была куплена в то время, как МСД гистограмма находилась, была, извините, когда импульсная система была красной, покупки запрещены, я изредка, изредка делаю исключение из этого, например, на следующем графике, вот после входа, на недельном, на следующем недельном графике был этот хвост кенгуру вниз. Вот здесь бы я осмелился покупать, да? И это, кстати, было бы совсем неплохо, это был бы совсем неплохой вход после этого, после того, после этой, после этой фигуры. На дневном графике есть индикатор, простой индикатор, называется ATR, average true range, по-русски, даже не знаю, средний, но его обычно не переводят, он его так все знают. Так, ATR показывает уровень, знаете, на рынке есть, инженеры меня поймут, я не инженер, на рынке есть сигнал и шум. Вот сейчас, вот даже на этом графике, на который мы смотрим, если вы посмотрите на правый край дневного графика, куда идет тренд? Четко вверх, да? Но при этом мы видим, что иногда цена отскакивает ниже предыдущего дня. Это шум. И ATR это как раз тот индикатор, который позволяет определить, каков нормальный шум для этого рынка. В случае с этой акцией, этой акцией, Роман указал, что ATR для этой акции 3 доллара. Значит, если поставить стоп ближе 3 долларов, то лучше деньги в церковь отдать или в баре пропить, в зависимости от ваших интересов, да? Но если вы ставите стоп ближе, чем 1 ATR, вы говорите, пожалуйста, вот я, деньги берите, стоп должен быть дальше, чем 1 ATR от вашего входа. Для меня таким минимумом является полтора ATR. Вот так вот. нужно 2 сделать, если вы очень осторожный человек. Так что пара ошибок всякой сделки. Ошибка на недельном графике и очень грубая ошибка на контроле риска. Пожалуйста, я могу сказать, кстати, вы знаете, что Google раздробили акцию. Если Google раньше стоил 2000 долларов за акцию, то сегодня он стоит 100-108. 1,20 было. Так вот, допустим, я могу купить Google скажем, за 108 долларов и сказать, ну, я поставлю стоп на 107,5, да, а у него ATR где-то несколько долларов. Так зачем делать сделку? Лучше деньги сразу просто отдать или подарить или пропить. Стоп должен быть рассчитан на основании ATR. Спасибо, Александр, за разбор. Я думаю, что нашим участникам это, безусловно, будет полезно тем, кто присылал свои сделки, тем, кто мог совершать похожие ошибки, потому что ошибки часто повторяются. и тогда вот те бумаги, которые я вам присылал, я сейчас запустил их также. Мы можем начать с Twitter. Пожалуйста. Вы знаете, я не родился умным, я на ошибках вырос. То есть то, что я вам говорю сейчас, это все было пройдено и выучено, выучено жестким битьем, рынка и упертостью и самодисциплиной. Поэтому я иногда говорю, хороший совет трудно дать, а принять его еще труднее. Поэтому я иногда, наверное, повторяю эти советы. например, то, что Роман поднял сегодня, абсолютную необходимость устанавливать ваши стопы с учетом ATR. Если вы ставите ваш стоп ближе, чем один ATR, вы ставите его в зоне шума, куда рынок просто заходит в течение дня, это ничего не значит. Поехали. Twitter. Я торговал твиттером в прошлом месяце, когда Илон Маск собирался его покупать, потом он передумал, на этом твиттер упал очень сильно, сейчас он поднимается опять, потому что компания твиттер судится с Маском, суд будет в октябре. Обещал жениться, теперь женись. Кстати, в Голландии лет полтора 100 тому назад сделать кому-то предложение жениться и не жениться, это считалось уголовным преступлением, так что в личной жизни от этого мы отошли, а суд предстоит. Суд будет в октябре, будут очень сильные юристы с обеих сторон, думаю, более сильная его маска. Но акция, вот как она сейчас торгуется, где-то в районе 40 долларов, я бы не ожидал большого движения, сильно упасть она, с чего бы и падать сильно, вырасти, то есть очень много неопределенностей, и никаких четких сигналов не видно. Поэтому паны дерутся, а у холопов чубы горят. Паны дерутся, а у холопов чубы горят. Мы по сравнению, по денежному сравнению с теми, кто устроил эту драку, мы в лучшем случае холопы, а то еще хуже. Поэтому пока паны дерутся, оставьте им драться, берегите свои чубы, можно потерять иначе, как случилось со мной. Давайте другую отцу. Я как раз почему хотел посмотреть на эту бумагу, потому что многие могли видеть сильное падение, но не учитывать различные вещи насчет судов, такая альтернатива. Спасибо. Сейчас я добавил Ральф Лора. Никогда мы не смотрели на эту бумагу, вот решил. разбудите меня, когда это кончится. Говорю о себе, когда я вижу акцию, про которую я не могу еще толком определить. На недельном графике у него такой слабый медвежий рынок. Явно, что акция держит, то есть она упала где-то от 130 с чем-то долларов до 85. То есть потеряла где-то 40%. Последние несколько недель идет вверх. Но вот на этой неделе оттолкнулась от зоны ценности. Нет никакого четкого сигнала, то ли это медвежий рынок, то ли скорее всего медвежий. Но глядя на дивной график, никаких четких сигналов не видно. Если бы никто сказал опять-таки Алекс должен сделать сделку в Раул Флорин и не возвращаться до конца года, я бы сыграл на понижение. Но на дневном графике ничего особо подходящее, ничего очень похожего не вижу. Поэтому для меня это я хочу делать сделки, которые прыгают на меня с экрана. Это сделка как-то так засыпает на ходу. Вот это интересно. Берег Голд. Да, вот это интересно. Вот это интересно. Ва! О! Вот это интересно. смотрим на недельный график. Я прямо записываю, я смотрю на ваш экран, и у меня блокнотик лежит, я записываю сразу разработать эту акцию, может быть, я буду ею торговать. Как красиво, как красиво. Я проснулся, да, про предыдущую акцию я сказал, разбудите меня, когда это кончится. Все, вот так вот, и уши трачком. Золото падает, все ненавидят золото, как рынок. И мы видим, но акции обычно движутся раньше металла самого. Акции обычно опережает металл на несколько месяцев, потому что металл это вот несите деньги, товар на деньги, деньги на товар, а акции смотрят в будущее, поэтому акции движутся обычно быстрее металла или нефти, чтобы это не было. И мы видим, что Барри Голд акция была в маниак... У пациента был маниакальный эпизод в начале года, в хвост кенгуру, кстати, и этот пациент терся верхний конверт все время. Потом наступила у пациента депрессия, и несколько недель назад депрессия достигла прямо суицидного такого формата. Акция упала ниже нижнего конверта. У пациента глубокая депрессия. У пациента глубокая депрессия. И глядя на эту горизонтальную полоску ниже цен, мы видим, что импульсная система на этой неделе перестала быть красной и стала синей. Вот так вот. И это показывает, что медведи истекают духом. И можно покупать. Можно покупать. товар на глубокой распродаже. Переходим на дневной график. Что мы видим здесь? Мы видим ложный пролом вниз, который произошел в понедельник. Видите, как рынок прямо в понедельник, три дня тому назад. Рынок открылся в диапазоне, упал четко и закрылся внизу. Ну все, поехали. Сейчас поедем еще ниже. А нет. Вчера рынок вернулся обратно в зону, сегодня он продолжает находиться в зоне. и вот так отказывается падать. Импульсная система синяя. Поэтому я смотрю на это с большим интересом. С большим интересом. Остается только просчитать теперь ITR, уровень риска. Каков ITR для этой акции, Роман? Вы не можете подыскать? Я могу подыскать на своем компьютере подыскать? Или вы мне скажите? Я сейчас скажу, как раз покажем. Чтобы люди увидели, как это делается, потому что это очень полезно, они могут пользоваться. А кстати, такой вопрос, вы обычно смотрите за за 21? 21. 22. 22. Количество дней, 22 даже. Количество рабочих дней в месяц. Получается, что сейчас 0,58. 56, мне кажется, хорошо, 58 центов, да? Значит, акция торгуется по по 15 с копейками, да? 15,20. 15,20. Какая была нижняя точка в записываю? 15,20. 15,20. ATR 56 центов, вы сказали, или 58, я уже не помню. Нижняя точка в понедельник в понедельник какая была? 14, 14,79. 14,79. Значит, 56 ATR, значит, стоп должен стоять для меня примерно в полтора раза дальше. 56, значит, пополам делим получается 30, округляем, это не высшая математика, где-то 86 центов ниже. Значит, последняя цена 15,20. Отнимаем 86, получается где-то 14,35. 14,35. А донышко в понедельник было 14,79. То есть, наш стоп будет даже ниже понедельничного донышка. причем всякие умники, в кавычках умники, поставят свои стопы на 1 цент, на 2 цента ниже понедельничного донышка. И там будет целая куча стопов. Поэтому профессионалы бьют по этим стопам. Я всегда хочу поставить свой стоп там, где других стопов нет. Поэтому, если я стоп свой рассчитываю или ближе, или дальше, но никогда не с толпой, поскольку я стоп свой рассчитываю по формуле, я могу это сделать здесь. 14.79 была донышко. Я думаю, поставить стоп где-то в районе 14.35, может быть, немножко выше. Вот так вот. А какова мишень? Какова цель? Я думаю, вполне резонно прикинуть, что я ставлю цели на недельном графике, защитные стопы на дневном, что цена поднимется куда-то в район красной скользящей средней. То есть, она сейчас где-то 18 с копейками, ну, не будем жадничать, 17.5. 17.5. И получается, что, значит, если мы покупаем по 15.20, наша цель 17.5, то мы стараемся сделать где-то 2 доллара с чем-то, 2.20. Наш стоп примерно 80 центов. То есть, соотношение мишени к стопу примерно 3 к 1. Очень неплохо. Лучше, но очень неплохо. Еще одно такое дополнение, как раз один из участников написал, 8 августа отчет. Как вы это будете учитывать? Это, это, ну, я бы купил сегодня, а перед 8, уже на подъезде к 8 августа, кстати, очень, это прекрасный момент, потому что, когда я буду планировать там покупку или не покупку, то это одна, это одна из цифр, которые я очень, у меня есть цифры, на которые я их называю барьеры. И один из этих барьеров, когда будет доходоподчеток. Естественно, на краткосрочной сделке, то, чем я занимаюсь, я хочу выйти из этой сделки перед этим отчетом. Но до 8 августа еще осталось много времени. 8 августа это через понедельник вот не этот, который будет, а следующий. То есть, у нас осталось два с половиной дня на этой неделе и все пять на следующий. это очень долго. Для меня это очень долго. Я не уверен, что акция дойдет до мишени за это время, но семь с половиной дней это диапазон, в котором я могу станцевать. Спасибо, Александр. Очень, мне кажется, подробно как раз на этом примере все, наверное, аспекции, которые могут быть, разобрали. И я вот еще хотел посмотреть буквально, может быть, 30 секунд на две бумаги. это Apple и Tesla. Сейчас Apple добавил. Не прыгает на пятьсот. Это Apple, да? Apple, да. Тренд вверх. Тренд на прошлой неделе достиг и превзошел зону ценности. И Apple переоценен на недельном графике. и прогресса не наблюдается. То есть, на этой неделе он не может выбить пик предыдущей недели. Это подозрительная картина. То же самое на дневном графике. Замечательное ралли было. Кстати, посмотрите, в июне ложный пролом вниз. И с этого ралли вся пошла. А сейчас что-то молотится по верхам. Не вызывает энтузиазма. На недельном графике показывает, что он застрял. На дневном графике он все еще ниже уровня предыдущей недели. Тренд вверх. Тренд вверх. Если кто-то пристал пистолет, сказал торгуй Apple. я должен его купить, потому что тренд идет вверх. Но без пистолета я его не покупаю. И по Apple еще завтра отчет. А, спасибо. Вы знаете, я смотрю с вами, когда мы разговариваем, только на графике. Если я делаю такую работу для себя, то прежде, чем я трачу время даже рассматривать графики, я смотрю, когда будет отчет. Потому что если отчет завтра, то я сегодня даже смотреть на его особо не хочу. После отчета разберемся. Поэтому просто предложение на будущее, что если вы подбираете 3, 4, 5, 6 акций, которые вы хотите рассмотреть со мной, посмотрите, когда отчет, если это меньше, чем неделя, то давайте даже не смотреть на эту акцию. просто рационализаторское предложение. Хорошо, буду это учитывать. И вот еще одна бумага Тесла, у нее отчет как раз был 7 дней назад. Был отчет, Тесла подняла, значит, смотрим на недельный график, тренд вверх, акция достигла зоны ценности и на этой неделе не может ее превзойти. То есть, Тесла поднялась до новой высоты за несколько месяцев на прошлой неделе, а на этой неделе она уже ниже. На дневном графике все пропущено, время уже ушло. Нужно было покупать Теслу, если покупать ее, когда она касалась зоны ценности. А сейчас Тесла выше зоны ценности и борется, борется, подняться. На прошлой неделе поднялась очень легко, на этой неделе борется, чтобы подняться. Так что я бы держался в сторонке. Вы знаете, повторить то, что я сказал немного раньше сегодня. У каждого трейдера должен быть перед глазами образец того, что они считают своей идеальной сделкой. и вам нужно посмотреть в зеркало. Я надеюсь, вы ведете свой дневник. У меня есть дневник, в котором есть, не могу сказать все, но 98% всех сделок, которые я сделал. У меня есть на них визуальный дневник, где я вошел, где я вышел, какие-то комментарии, которые я написал про эти сделки. Я могу рассмотреть сделки прошедших лет, если вы хотите, не говоря уже о прошедшей неделе. Я знаю очень четко, как выглядит моя идеальная сделка. И поэтому я, когда я смотрю на кандидатов, которые Роман предлагает сегодня, я сразу сравниваю их в голове, насколько они похожи на мою идеальную сделку. И да, Apple выглядит неплохо, и Tesla выглядит неплохо, но вот ABX это моя песня. Эта акция глубоко недооценена, перепродана, недооценена, хвост кенгуру, ложный прорыв вниз, вот тут-то, вот тут-то. Я начинаю ожидать возможности купить ее. Спасибо, Александр. если у вас есть еще две минуты, там было несколько вопросов, возможно, не все. Я хотел сказать об этом, Роман, пришло много вопросов, но мы как-то, по-моему, хорошо сегодня прошел, у меня есть несколько минут, у нас, по-моему, хорошо прошел час, потому что мы не просто смотрели на какие-то акции, а за многими из этих отдельных акций стоял целый урок. и поэтому, если кто-то вас будет спрашивать, какое видео посмотреть, может быть, вот это как раз хорошо, потому что здесь и про контроль над риском, и все. Какой из индикаторов дает более надежный сигнал в дивергенцию, МСД или индекс силы? МСД более долгосрочный индикатор, индекс силы просто покороче, в зависимости от вашего диапазона. Анна спрашивает, отличается ли анализ графиков при внутридневной торговле или если вы знаете графики, если я уберу шкалу времени и цен, то вы не узнаете, какой из этих графиков внутридневной или долгосрочной, поэтому правила те же самые. Но, конечно, если вы занимаетесь дейтрейдингом, у вас должна быть немедленная реакция, вы должны четко действовать, не задумываясь. Это немножко бездумное занятие интро-дейтрейдинг. А когда это недельно или дневно, то есть время подумать. Поэтому новичкам заниматься дейтрейдингом очень опасно. Новичкам необходимо думать, надумать времени в этой игре. Теперь Сергей спрашивает, используете ли вы при анализе межрыночный технический анализ, например, при анализе индексов, что они должны друг друга подтверждать. Деньги платят по одному индексу, а не подтверждению. Я посматриваю на них, то есть я в курсе того, как сегодня, мне очень странно, что S&P прет вверх вообще ужасно, за страшной силой, а DAO поднимается так очень спокойно. Но тем не менее, если играть, то играть на более активном рынке, и быть более осторожным, то есть движение более активного рынка не подтверждено, то есть сидеть ближе к кончику стула. Зармик. Вы знаете, когда я читаю вопрос, который мне нужно перечитать пять раз, чтобы понять, что за вопрос, то у меня нет ответа, просто потому, что это простой вопрос сразу ясен, что человек подошел к какой-то точке, есть вопрос, а когда A, B, C, D, E, то это значит писать надо просто. Мы очень быстро разобрались с этими вопросами. Еще один Анна тоже спрашивает, насколько важным является поведение индекса. К примеру, недельный и дневной график, акции дают отличный сигнал на покупку, S&P при этом падает. Вы откроете сделку? Да, конечно, я открою сделку, я буду более осторожен с этой сделкой. Опять-таки, буду сидеть ближе к кончику стула. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что у нас был отличный вебинар, тем более, что у нас будет небольшая пауза до сентября. Мы отпускаем всех наших страдальцев в гости. В отпуск. Страдальцев в отпуск. Как раз можно будет пересмотреть и со свежими силами и свежей головой встретиться в сентябре, чтобы как раз продолжить. В конце сентября у нас, да? 28-29. В конце сентября. Последняя среда сентября. В общем, приятно, Роман, желаю вам приятно провести лето, получайте удовольствие от замечательной эстонской погоды, от компании своей дочки. Все хорошего. Спасибо большое, Александр. Вам тоже хорошего лета и увидимся с вами уже в сентябре. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, мы с вами будем со мной конкретировать. Безусловно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Также для участников, как я обещал, в конце вебинара я расскажу про индикаторы Александра и про участие в конкурсе и то, как раз можно нам оставлять вопросы. То, как мы показывали инструменты в Medatrader, то есть они дают практически полную систему, которую вы можете использовать или полностью, или частично для того, чтобы анализировать рынок. В любом случае это может дополнить вашу систему с учетом ИТР, с учетом определения целей, с учетом подтверждения для входа в сделку, то есть фактически все, что нужно. Для того, чтобы использовать эти индикаторы, необходимо прислать запрос на на почту eldordisksobakaadmironmarkets.com Сейчас в чат я ссылочку приложу, а для тех, кто будет смотреть нас на YouTube, ссылка будет в описании. Индикаторы действуют на реальных счетах при балансе более 200 евро, то есть вы пишете нам запрос, мы вам отправляем индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке и все, что нужно у вас будет. Соответственно, есть серия вебинаров прошлой выпуски, где Александр подробнее рассказывал про свою систему, как ее использовать. Сегодня мы не делали на этом акценты, потому что мы это делали две сессии назад, поэтому там тоже это можно будет пересмотреть на нашем YouTube-канале. Поэтому присылайте запрос, если вы уже наш клиент и не пользуетесь, хотели вы пользоваться, если хотите стать клиентом, также присылайте, мы уже сориентируем и по открытию счета, и по всем другим вопросам. И теперь к конкурсу, где как раз есть возможность выиграть книгу последнюю, пока последнюю книгу на русском языке, которая есть у Александра Трейдинг с доктором Элдером. И вот как раз сегодня мы увидели этот конкурс, мы подводили его итоги. Соответственно расскажу про правила. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно, во-первых, подписаться на YouTube-канал Admiral Markets. Сейчас ссылочку в чат присылаю. Те, где вы смотрите это видео, поставить лайк к последнему видео, к последнему вебинару, приложить одну сделку по одному инструменту, который торгуется в Admiral's. Это может быть валюта, биткоин, это может быть акция, все, что доступно у нас, вы можете предложить в виде торговой идеи. Сегодня как раз эти приложения вы видели. То есть это может предложение быть в день входа, где вы пишете соответственно цену входа, stop loss, take profit и дату, когда вы пишете этот пост, чтобы было понятно, где, с какой даты ожидать исполнения этой сделки. Соответственно, это может быть сделка, которая длилась три дня, может быть две недели, тем более, что сейчас у нас есть период практически в два месяца, с 28 июля, это завтра, до 28 сентября, когда мы с вами встретимся в следующий раз. Соответственно, сделка должна сработать в этот период. Предпочтение отдается тем сделкам, по которым закрылись по take profit, ну и соответственно, мы смотрим, где было самое большое движение, тот победитель и получает. Это такой джентльменский конкурс, понятно, что если вы провели эту сделку, она у вас оказалась прибыльной, то это наверное самый лучший результат, который может быть. Но мы хотим лишь помочь и дополнительно также подарить книгу с автографом Александра. Поэтому принимайте участие в конкурсе и еще один момент, комментарий нельзя редактировать. То есть это будет кнопка, что комментарий отредактирован, такой комментарий к сожалению мы не примем во внимание. Ну и тех инструментов, которых нет в Admirals, тоже приниматься не будут. Поэтому в любом случае какие-то у вас вопросы есть, пишите их под этим видео. Это к тому, что мы собираем вопросы к Александру заранее, чтобы не тратить много времени. Александру я присылаю их заранее, поэтому тоже пишите ваши вопросы под последним видео, то есть то видео, которое вы смотрите сейчас, пишите сразу же вопрос, который у нас появился или за пару дней до следующего вебинара, который будет еще раз в конце сентября, я напомню. И я также передам их Александру, Александр ответит на них в ходе следующего вебинара. Опять же формулируйте вопрос, достаточно понятный. Если вопрос скорее будет занимать больше двух строчек, то ответить на него быстро вряд ли получится, поэтому старайтесь подходить к этому более внимательно. С моей стороны это все, всем спасибо, был отличный вечер, мы посмотрели огромное количество сделок, примеров, даже привели такой пример по Берри Голд, поэтому увидимся с вами в сентябре, всем также желаю хорошего завершения лета, хорошего начала осени, рынки обещают быть волатильными, поэтому будьте осторожны, всегда помните о рисках, мы с вами увидимся в сентябре и продолжим встречи с Александром и будем дальше учиться, учиться еще раз учиться, что здесь важно. Всем спасибо, хорошего вечера и до свидания. !